Огромный привет! Покажу, что можно купить на сумму около 80-90 евро. Это три магазина. Это Lidl, это Globus и это Wolf. Даже в DM зашли. Но в DM совсем немного купили. В общем, обо всем по порядку. Субтитры сделал Dima. Субтитры сделал Dima. Субтитры сделал Dima. Дальше переходим к неподовольственным товарам. Спички. Они стоили 65 центов. Такие вот обыкновенные, самые простые. Тут 10 коробков получается. Зубные щетки. Каждая стоила евро 35. Мягкие. Пополаскиватель для рта листерин. Вот такой свежая мята, антибактериальный, экстра свежий. Ну да. 3,95 за сколько тут граммов? За 500 миллилитров. Это было из продовольственных товаров в Глобусе. Мандаринки 700 граммов стоили 1 евро. Вот два таких вот. Ну, две такие упаковочки что ли взяли. По одному евро. Короче, тут 1,4 кг за 2 евро. Переходим к магазину Lidl. Магазин Lidl. Итак, это что? Это у нас крементинки. Они стоили 1,79 евро за килограмм. Видите? По-моему, дороже получается, чем в Глобусе. 1,69 евро за 500 граммов. Лук-порей. Он стоил, сейчас скажу, 75 центов за 1 лук, что ли, за 1 штуку. Итого 1,50 евро за 2 лука-порея. Два огурца. Каждый стоил 59 центов. Сахар 2 килограмма. Этот сахар стоил 2,49 за 2 килограмма. Получается килограмм 2,25 почти, да? Евро 25, извините. Ну, что сказать. Это очень даже хорошая цена. Почему? Потому как килограмм стоил, если покупать его по килограммовой пачке, этот сахар, стоил евро 80 за килограмм. А тут евро 25. Ну, это замечательная цена, по-моему, правда? Штуки с яблоком. Две штуки. По 75 центов каждая. Итого евро 50 за 2. Сыр евро 59 за 200 граммов. То есть, за 2 эти упаковочки заплатили 3 евро 18 центов. Магазин ДМ. 2,95 все ежедневные прокладки. Сколько тут? 40 штук, по-моему, да? Экстра длинные. Плюс длина. Магазин Вольф. Это местной магазинчик. Евро 79. Вам не бойся. Такие вот две... Это не колбаски, это паштет. Паштет вот так вот упакован, как будто бы это колбаски. Ну, тут же на любителя такой, конечно, вкус, но многие любят. И это что такое? Это колбаса вроде чайной. Вот она стоит... 5,50... 4,44 за килограмм. А вот это количество, 3,65 стоит. Вот это вот отбивные. Очень удобные. Полуфабрикат. 5,55 за килограмм. Тут как раз килограмм. Вот он, да? И что еще? Вот такая вот колбаска. Вот такая вот колбаска. 500 граммов тут. И она стоит... Обыкновенная такая. Она стоит 2,49 за 500 граммов. Так, вроде все показала. Кроме самого важного. Оставайтесь со мной. Давайте посмотреть. Та-дам! Что же это? Вот оно что. А это ханшуэ... Зихер ханшуэ. Чуть не перепутала перчатки с рабочей обувью. Чем она хороша? Это рабочая обувь. Тоже, кстати говоря, куплена в Лидле. Парксайт. Чудесная фирма, кстати. Так, открываем. Сейчас покажу все и расскажу. Та-дам! Что на коробке, то и в коробке. Так. Поехали. Что такое рабочая обувь? Чем она хороша? Видите? Разошлись у меня салфетки. Будем так говорить. Бумажки. Так. Чем хороша рабочая обувь? Ну, с виду вроде как обыкновенные кроссовки вроде бы, да? А на самом деле нет. Это ботинки рабочие. И если вы вот здесь вот нажмете, то у вас не получится ничего. Потому как тут железная пластина. Не знаю, слышно, не слышно. Вот она тут есть. Попробуем заглянуть вовнутрь. Ну, конечно, изнутри ее не видно. Да, кстати говоря, она и не чувствуется изнутри. Потому как она со всех сторон обшита материалом. И ноге, кстати говоря, мягко. Изнутри. Но снаружи, вот если что-нибудь упадет на ногу, вот эта пластина вот до сих пор. Вот она. Вот это вот все, это железная пластина. Если что-то сбоку... Нет, сбоку нет. Вот тут вот, вот так вот она проходит. В общем, если что-то, не дай бог, упадет на ногу, или вот этой вот частью ноги случайно, ну, так вот, да, споткнуться обо что-то, то нога останется здоровой. Не будет ни перелома, ничего. Это отличительная такая вот черта рабочей обуви. Вот Parkside, да, написано. И очень рады, что успели взять. Почему? Потому как расхватывают такую обувь обычно. 42 размер, да. Расхватывают. И вот мы взяли последнюю пару, и за нами уже человек подошел, посмотрел. Там уже были пустые полки, уже все, не успел. В общем, да, мы довольны, что успели. Как-то так. Гарантия, если я не ошибаюсь, по-моему, то ли 2, то ли 3 года. Если я не ошибаюсь. Но в любом случае гарантия, конечно же, как и на любую обувь, есть. Вот такая вот боковинка, да. Вид очень даже привычный, правда? Вот так, если не знать, что это такое, можно подумать, что это просто кроссовочки. Но на самом деле, очень хорошо продуманная рабочая обувь. Плястик какой-то, ну, как-то так. Ладно, мои хорошие, буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok